здравствуйте уважаемые любители ножей зрители нашего видео канала сегодня я расскажу как выбрать рыбацкий нож ну не то что расскажу просто скажу свое мнение если охота я занимаюсь официально с 89 года то первые свои три уклейки на удочку я поймал 45 лет назад с тех пор рыбалку не бросал очень люблю подлёдную рыбалку в общем понимаю о чем говорю значит здесь есть вот какой момент выборе рыбацкого ножа в зависимости от того на кого вы ходите если на хищника я сейчас тоже все покажу да то здесь нужно либо два ножа либо нож все-таки вот с астрактором если вы просто ходите ну просто на рыбалку выберем другой вообще если коротко для рыбалки конечно любой нож от него сяра сделать пойдет кто-то складники предпочитает кто-то еще какие но что касается конкретно рыбалки на льду тем более на первом льду складник я не сторонник не забывайте что в любой момент можно провалиться где-то немножко зайти на тонкий лед провалиться и соответственно у вас может быть придется им воспользоваться как зацепом сделать этого будет невозможно еще нож на зимней рыбалке лучше носить на шнурке вот здесь если вы провалились чтобы не искать ее там где-то в штанах там в ящике еще где-то вот он здесь достались зацепились и это вам будет в помощь я вам сейчас вот так же как я про охотничьи ножи снимал я вам сейчас покажу несколько ножей и которые бы я вот но из них бы выбрал причем завтра мы поедем на рыбалку на первый лед за щукой я вам скажу с каким я поеду вот еще есть такое не то чтобы ошибочные мнения некоторые вот там даже писали ночью рыбацкий нож филейный филейный нож это скорее нож не на рыбалку а нож после рыбалки когда вы уже обрабатывать улов это надо понимать на рыбалке филейный нож он не нужен если вы там не собираетесь готовить пикник делать и там непосредственно есть рыбу ну и не чтобы не затягивать начнем вот смотрите финка 041 такой у меня на поясе зависимости от ситуации то на поясе его вешал то на шее на шнурке от завтра пойду у меня будет вот здесь почему он во первых да здесь нет рыбочистки здесь нет никаких зацепов для крючка но во первых очень хорошие фиксации в ножнах то есть в случае какого-то форс-мажора а учитывая то что лед только два дня замерз мы все реалисты понимаем что искупаться завтра вполне реально лед гладкий если на весенний лед вылезти легко то на гладкий лед все-таки тяжело тем более когда его водичкой на моет вот поэтому он здесь он не потерялся его в любом случае достаточно легко вытащить а самое главное это финка на очень мощная усиленный носик толщина 4 миллиметра соответственно есть зацепился если нужно будет и он он поможет ну и порезать колбаску даже если придется сварить уху почистить небольшое количество рыбы этот нож вполне пойдет данный нож 95 в принципе на рыбалку надо брать мое мнение нержавейку либо это 90 пятка ну если не жалко денег и лакс вот вот этот нож с которым я завтра пойду далее вот в принципе я вам сейчас говорю про этот нож учитывая то что мы будем ловить хищника конечно второй нож который у меня будет но этот нож у меня будет лежать в рюкзаке то есть я его на поиску не буду вешать это вот этот нож и возьму я его исключительно из-за зацепов потому что вытаскивать якорь у щуки ножом в 10 раз удобнее чем любым зажимом можете со мной сколько угодно спорить пока не попробуете не поймете в чем смысл рот щуки открыл сунул если зацепил зацепил крючок если он не выходит но подрезал вытащил ну рыбочистка рыбочистка варить муху завтра не будем она пригодится дома это когда вы привезли там щурят укуней судаков домой она вам пригодится то есть в принципе в принципе для рыбака вот такая вот пара вот ну а сталь если я еще раз говорю денег не жалко можно элмакс атак 95 поставили все то есть рыбацкий номер 5 и финк 041 но завтра если выбирать на первый лед я иду я понимаю куда я иду я понимаю что достаточно такая ну тем опасны то я возьму вот такой достаточно наден не убиваемый и он не сломается здесь понимаете в чем дело все равно вот эти направляющие и все равно лезвие выведена смотрите не в носик толщина ширина да он конечно будет даже если он и обломится он им тоже можно будет цепляться но меня завтра больше интересует силовой нож данный нож если например на летнюю я рыбалку собрался бы завтра на спиннинг на щуку я бы поехал вот с таким ножом если я не ловлю хищника и просто хожу за карасиками ну вот такого ножа достаточно зимой пошел за лещом за плотвой да там хищника не ловим вот этого ножа вполне то есть вот в принципе в принципе да я вам их показал дальше до 2 из стали брать она практически не ржавеет как вы понимаете это вот рыбацкий номер три опять же опять же это нож не для завтрашнего дня это нож если спиннинг щука жерлицы и нож именно как бы как помощник для выдирания крючков и корей у щуки ну и потом обработку улова потому что чистить вот этой насечкой это я миллион раз говорил это очень комфортно соответственно все эти модели есть и я их вам просто озвучиваю дальше есть модель такая но очень давно делаем пиранья называется рыбачистка здесь вот такая выемка типа котелок снять так упорчик данный нож из дамаска для рыбалки не рекомендую но у нас есть очень много клиентов кто именно берет на жизнь дамаска на рыбалку ухаживает и в общем-то доволен еще раз говорю но я против дамасских ножей на рыбалке и смотрите и соответственно если вы рыбачите где-то на каких-то лесных озерах в экстремальных условиях где нужно даже там какой-то небольшой костерок развести погреться где клюет серьезная рыба из которой можно сделать строганину тут же есть закусить я бы рекомендовал вот такой вот якут он мощный толстый также им легко воспользуешься как зацепом потому что он достаточно надежный и можно что-то подрубить им очень хорошо делать строганину из рыбы им рыбу удобно вспорывать и разделывать вот ну я завтра с таким не пойду у нас строганину делать здесь нечего во первых во вторых ловить я буду на своей рыболовной базе в мякушках то есть у меня там все есть мне такой допустим вот нож такого плана он же получается но он рыбацкий охотничий тут и туристический и все в одном то есть для каких-то экстремальных выездов и куда-то вот такой нож ну и резюмирую завтра первый лед завтра первый лед я возьму два ножа такой и такой но если бы я был ограничен в средствах ну соответственно мне да понятно я их сам делаю да если мне пришлось покупать у меня не было бы денег а вот я бы завтра там пошел на первый лед если из двух вот этих я выбрал вот это потому что рыбу можно истрием почистить а вот если провалишься под лед и вылезать вот с этим ножом будет сложнее этот абсолютно надежный удобный маневренный то есть для зимней рыбалки как универсальный нож для средней полосы я все-таки первое место отдал бы финка 041 из 90 пятки либо и зелкс а так для рыбалки все что угодно но еще раз говорю я для рыбалки на первый лед вам советую поэтому если ножи понравились мои мысли понравились заказывайте свидания